ну это ужас просто смотрите что творится у нас жарила теперь заливает ой 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 вот это дождь всем привет из франции мои самые наилучшие пожелания всем кто меня сегодня смотрит сейчас у нас около 7 утра я уже проснулась приняла душ сейчас утренний уход у меня очень простенький сегодня даже патчи не буду оставить только крем нанесу и хочу задать вопросы всем хочу задать вопрос не только тем кто так считает потому что пришло и не один комментарий такого плана что вот ты говоришь что ты вся такая больная что тебе так плохо сама золотом обвешалась это чтобы доказать твои болезненное состояние когда человек заболевает нужно снимать украшения прекращать ухаживать за собой не принимать душ не менять одежду или как это по вашему просто честно говоря мне непонятно одно дело если бы больной человек надел туфли на шпильках какое-то там вечернее платье и говорил вот я болею и снимал видео на дискотеке где он пляшет но я вот кольца украшения снимаю только на ночь и это стало это делать не так давно потому что мы прочитала что ухудшается кровообращение если даже обручальное кольцо и обручальное кольцо вообще очень длительное время никогда не снимала но вычитала что это вредно поэтому снимать сережки какой-то маленький кулончик только ради того чтобы доказать что ты действительно болен но для меня это как-то странно по крайней мере так что девочки кто так делает напишите пожалуйста может быть я действительно неправильно болею в украшениях а так делать нельзя вот какой у нас бардак сегодня вообще утро началось вам даже передать не могу ася наша похоже вчера целый день была гроза солнышко вышло несмотря что точки солнышко но слава богу хоть подсушит все это дело и целый день коты были дома не выходили к вечеру гроза прекратилась и похоже когда я уже пошла спать аська выбегла на террасу мои не проверили что она не дома двери закрыли и ночью снова началась гроза гром страшный был и она упала вот туда видать по стеночке вот этой вот бегала бегала то ли подскользнулась то ли от страха там у соседей тоже такая же стена короче она не спрыгнуть вниз не могла не естественно до запрыгнуть наверх и мы сегодня с первым под дождем он сбил вот эти вот видите из палок вот такая вот длинные там и палки и плинтуса ну все что в гараже нашли ставили ей туда на стенку может быть кот заберется но она была настолько перепуганная мокрая что ничего из этого дела не вышло потом пошли мы по соседям потому что здесь вот старые дома они как строятся дом и дома 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 и кур ну место где там земля у кого есть у кого нет деревья растут он находится внутри вот так получается дома как кругом стоят и внутри пространство и пошли на соседнюю улицу спрашивать у соседей кому принадлежит потому что там несколько домов и у каждого свой выход и нужно было найти этих соседей кому принадлежит эта стена чтобы можно было зайти нашли взяла я плед дали нам лестницу соседи поднялись они как мы не поймем кот мяучит и непонятно где потому что там высокие деревья и они закрывают как бы с высоты вот нам ее видно а им не видно и поднялся пьер туда и вы знаете ну как она только ко мне на руки идет а так ко всем другим девочка с характером сидит тут и никому другому не идет но настолько она была перепуганная что он поднялся там лестница такая высоченная наверное стена метра восемь не меньше очень высокая это лестница которая телескопическая они ее на полную растянули длину и вот это он забрался в перчатках потому что она же боялась стянул эту кошку с ней вместе спустился он так немножко его и поцарапала ну тоже как говорится мелочи принесли мы ее домой выкупали накормили ну и сейчас покажу красавицу нашу вот и теперь сидим мы покупанные да отмытые накормленные еще немного влажные испугалась думаю ты красавица теперь не будешь в грозу на улицу выходить а котейка ты моя как ты нас напугала балда балда ты малая довольная да довольная что тебя домой забрали так ты дурочка ты маленькая дурочка ты маленькая смотрит на террасу теперь наверное выходить не будет осенька ладно мойся сушись смотрите какой красавчик или красавица перепугался не ящерицы имеют такое свойство когда или им становится холодно резко или они чего-то боятся вот как гроза или дождь они замирают и могут несколько часов находиться в таком положении я помню однажды у нас до штук шесть если не больше было вот в разных частях на стене террасы и разного размера как вот этот он такой малюсенький посмотрите какой красивый я в отличие от миленки их не гладить не трогать не играть с ними конечно же не могу вообще первое время всегда шарахал когда видела на стене ползет вот такое существо люди которые родились здесь привыкли они на них по-другому реагируют но ее в принципе даже сейчас видите спокойно рядышком могу находиться и разглядывать шкурка конечно очень красивая смотрите какой какой или какая и лапки у них такие вот как с присосками ладно приходи в себя до убегай два часа назад забрала миленку из центра выходного дня лишь по средам не учатся звонит мне где-то было начало 2 и звонит мне воспитатель говорит что в нашем департаменте объявили красный уровень и опасности из-за вот этих вот ливни и гроз и когда объявляется красный уровень и нужно забрать детей из садиков из ясель из школ из колледжей лицею все должны находиться дома и как она не сказал что за трех часов все в три часа центр закрывается но естественно я не стала ждать три часа пошла и забрала и вот даже дождя нет когда он лиз что даже машины вот шины были где-то наполовину машины едет и так а так вода лилась и даже вот у нас как бы еще не очень сильно затопило не так как в прошлой осенью было что люди даже автомобили не смогли восстановить столько было воды что то дверей до середины дверей было в других но поблизости там где больше в низине похоже там воды было намного больше но тем не менее они звонили когда это было четверг в прошлый у нас был огромный такой сильный серьезный дождь потом когда я видел снимала гроза ливень такой был тоже никто не звонил и не дождя даже ну так как бы и точки солнышко не так что как 40 градусная жара но тем не менее дождя нет мы все по домам подошла когда я там уже десять бабушек дедушек что родители на работе почему же детей то и отдают в этот центр бабушки дедушки забирают дети домой идти не хотят моя тоже расстроилась там же очень интересно они поделки делают ну и дети тоже что не то что там приходишь школу учишься там переменки какие-то так целый день и вот получилось не целый день они только пообедали и сразу домой ну посмотрим что будет дальше пока от учительницы никакого извещения не пришло везти завтра в школу не везти мы возможно вечером пришлют хотя я сомневаюсь смотрела метео более-менее погода на до конца недели должна быть нормальной там на следующей неделе дожди грозы обещают пока не знаю очень очень не кстати когда дети все в основном на кружки ходят и не в такой день но ничего как бы это не так страшно слова слава богу никакого наводнения нет я новости смотрела конечно есть регионы там люди фермеры и лошадей спасали и животных потому что ну как будто этих сараях где они живут вода жена подымается животные боятся и ой то жарила парила теперь дождь как из ведра льет так ну ладно пойду я что-нибудь придумаю приготовить на ужин конечно даже не знаю что вы как-то вообще последнее время с этой болячкой не хочется ничего готовить да и аппетита особо никакого нет только что получила от первого первое число наорал на меня и отправил назад лежать говорит ты чё с ума сошла я два дня чувствую себя уже намного лучше и стала потихоньку делать домашние дела ну как ничего такого не пылесос не уборка не глажка ну что-то приготовила потом за миленкой сходила там немножко по убирала там такое чтобы наклоняться нельзя было что наклоняться до сих пор девочки больно и кольнула так что я вашу не то что вскрикнула нам знаете как аж дернулась он ты что он тебе сказали постельный режим она тут давай опять ты говорит у нас не думаешь я говорю так хочу идут все-таки знаете как мужчины очень интересные люди некоторые вот как вы мне писали что есть мужья которые вот заболела там жена и они там возле нее сутками и еду готовят и в постель еду приносят и мои что муж что сын я не не хочу сказать что там вот муж такой-сякой а вот сын там возле меня на задних лапах нет тут они по характеру одинаковые когда я болею они в каком-то ступоре находятся вот реально в ступоре стоит мне немножко очухаться встать на ноги и тут начинается вот такая вот гипер забота я говорю я уже не могу лежать я говорю посидеть я хоть мог с вами нет иди иди лежи потому что неизвестно что будет но действительно девчонки я не представляю если вот ходить кто-то вот работает там такая работа что там или за детками ж ухаживают как вот у воспитателей или такая вот работа на ногах парикмахер и и что нужно быть на работе при вот этой вот перекрученной кисти вот я же говорю что чуть-чуть что я там сделала практически ничего и сразу дает о себе знать но не зря же постельный режим все от и женира листа до хирурга сказали лежать пока не прояснится с операцией господи да скорее бы уже ладно девочки прилягу я ту это полусидя начинает она как-то так вот но не то чтобы давит вот боль такая тупая давище улякусь все мои хорошие целую обнимаю огромное спасибо вам за поддержку вижу что до сих пор в комментариях пишите что хотя бы по чуть-чуть о состоянии здоровья говори девочки лучше лучше и дай бог чтобы все было нормально и конечно же я но постараюсь настаивать конечно я не могу потому что я не врачи им виднее но тем не менее по моему вот чисто по-человечески лучше удалить эту бяку чем вот так вот при каждом повороте что она двигается более того что она крутится вот от чего более крутится и ладно все не хочу я про болячки целую обнимаю всем здоровья мирного неба и конечно же увидимся